В чем принципиальное отличие от командования музыкальным коллективом, мы говорим про группу Звери, у вас были еще какие-то проекты, где вы выступали в качестве продюсера, и на съемочной площадке? Это схема одна и та же, я имею ввиду по энергетике, или это все-таки два разных Александра, Александр продюсер музыкальной группы и Александр режиссер полного менеджера? Продюсер группы это все-таки работа кабинетная, потому что там находится программа, ты придумываешь репертуар, находишь какие-то решения внутри песни, слушаешь, как она записывается, что получается, что в целом, и дальше на бой выходит уже всегда группа, всегда артист, он уже поет, он дает концерты и так далее, и он вообще в центре внимания всегда, и от меня уже ничего не зависело, то есть главное было правильно все думать головой, а здесь в кино это производство, это война, в которой полководец участвует тоже в первых рядах, то есть надо всем заниматься, все поставить, если ты сейчас забудешь, а только ты знаешь, как должен отреагировать герой, если ты забудешь об этом сказать, объяснить, чтобы он понял это, пропустил через себя, то это уже потом тебе не будет на монтажном столе, то есть ты за всех постоянно, ты как бы ничего не делаешь, потому что режиссер единственный, который ничего не умеет делать, он ничего не делает, потому что оператор, он знает камеру, актер, а он ничего не знает, но если он уйдет, как бы ощущение, что все продолжится, но я болею за всех, то есть я мама вот этих всех там... Не знаю, по сложной ассоциации, по какой-то вспомнил Бабочкина в фильме Чапаев, когда он, не знаю почему, пришла в голову с этим, с этим с картошкой... Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».